Первое эссе, которое было, я сразу говорю, да, кто пометил публичный разбор, вот прям вот я эти эссе взяла. Кто не пометил, я их все равно проверила, и сегодня после занятия вы их получите с комментариями. Итак, первое эссе сегодня у нас такое. Young people prefer internet communication to personal contacts. Итак, мы сейчас разберем сначала тему. Смотрите. Во-первых, это должны быть young people. Нельзя просто писать обо всех людях, мы говорим именно о молодежи, да. Дальше. Они должны предпочитать что-то одно, то есть именно internet communication или personal contacts, потому что предпочитать, prefer, можно только одно. Соответственно, две точки зрения какие? Young people prefer internet communication, young people prefer personal contacts. И с этой точки зрения и все эссе должно быть, собственно, написано, да. Или они предпочитают то, или предпочитают это. И, соответственно, если у нас есть аргументы, они должны подтверждать эти точки зрения. То есть молодые люди предпочитают общение по интернету, потому что, да. Вот. Мы здесь не говорим, что хорошо общаться по интернету или плохо, а именно они предпочитают, потому что. Какие у них аргументы есть? Вот. Давайте с вами начнём. Ага, нет противоположностей. Вот, Маргарита написала. Нет указания на слово мо. Надо написать, что одни любят больше. Одни любят больше, чем другие. А другие люди считают, что нет, другие любят больше, чем первые. Вот, вот, да, да, да. Теперь наше мнение, личное мнение, где должно быть чётко написано, что я считаю, кто из них любит путешествовать больше. И как минимум два аргумента должно быть за то, почему эти люди любят путешествовать больше. Обращаю внимание, что не путешествуют, а любят путешествовать. Поэтому тема, конечно, адская. И тот, кто написал на эту тему эссе не на ноль, это просто вот человек-герой, можно сказать. Потому что действительно тема жуткая. То есть здесь разные приёмы мы применяем с этими всеми эссе. И, конечно, наша задача научить детей прямо попадать в тему. Правильно эту тему читать и размечать аргументы в плане заранее, чтобы дети прям писали план и его делали, вот, приводили в соответствие. Тогда они напишут хорошо. Ну и в процессе всё время сверятся с планом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так, несогласие есть. Так что несогласность с точки зрения оппонентов. Четвёртый абзац всегда самый сложный. Не отойти от темы. Контраргумент-то ещё ладно. А вот не отойти при этом от темы, это достаточно сложно. Поэтому, конечно, детей учим опровергать всё-таки в точку, именно в тему. Что если мы написали, что это самое большое добро, то нам надо четвёртый абзац как-то намекнуть, что это добро. Не просто не зло, а добро. Субтитры создавал DimaTorzok